Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортмикс» в студии Тахир Гафуров. А спонсором нашей передачи выступает торговый дом «Дордой Плаза». Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены! Огромный ассортимент спортивных товаров, популярных брендов для взрослых и детей. «Дордой Плаза» – все для вашей спортивной семьи. Во дворце спорта имени Кабау Лука Жамкула прошел чемпионат Кыргызской республики по борьбе самбо. И сегодня мы вам покажем финальные схватки этих соревнований. А спонсором рубрики «Спортплощадка» выступает спортивно-развлекательный центр «Сан-Сити». Огромный ассортимент спортивно-развлекательный центр «Сан-Сити». «Спортплощадка» Итак, во дворце спорта имени Кабаулу Кажамкула прошел чемпионат Каргейской Республики 2022 года по борьбе с самбо. И сегодня мы с вами посмотрим финальные схватки соревнований. На ваших экранах весовая категория до 53 кг. Здесь встретились Султанбай Улу Кайратун в красном трико и в синим трико Кемаль Абалбеков. Кайрат представляет команду Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта. Ну и в принципе о борце в красной курке больше я ничего сказать не могу, кроме того, что он является студентом Академии физкультуры. Кемаль Абалбеков представляет спортивный клуб Алга город Каракол. Кемаль является победителем международного турнира памяти чемпиона Азии, бронзового призера чемпионата мира, мастера спорта Кыргызстана по борьбе с самбо и дзюдо Рахатбека Бекболотова 2019 года. Также Кемаль является бронзовым призером первенства Каргейской Республики среди юношей 2021 года. То есть еще довольно молодой спортсмен, ну и в настоящее время Кемаль Абалбеков, можно сказать, находится в возрасте юниоров, но уже выступает в чемпионате Каргейской Республики среди взрослых. В этом году чемпионат страны прошел в три дня, то есть не как раньше, допоздна проводились соревнования, а в этом году уже на три дня были разделены 23 весовые категории. Это 15 весовых категорий по самбо среди мужчин и женщин и 8 весовых категорий по боевому самбо. И, конечно, больше было порядка, не так много народа было в соревновательный день, в каждый соревновательный день. Вот таким образом можно сказать, что в этом году соревнование по самбо чемпионат страны прошел на очень высоком уровне. Впервые был оформлен зал, где проводился турнир, ну и, конечно, это все придавало значение тому, что соревнования действительно важные. Но важные они тем, что по итогам чемпионата Кыргызстана, конечно же, будет сформирована национальная сборная, которой предстоит в этом году выступать на международной арене. Всего в чемпионате страны приняли участие 260 спортсменов со всех областей республики. Ну и в первый день по традиции состоялось торжественное открытие соревнований. В нем приняли участие заместитель директора дирекции по неолимпийским видам спорта Азаббек Тенаев, президент федерации самбо Кыргызской республики Азиз Ибраев, вице-президент национальной федерации дзюдо Кыргызстана Улухбек Амурзаков, депутат джигурку Кенеша Кыргызской республики Макса Царбагышев, судья международной категории ФИАС Александр Ларионов и другие почетные гости. Ну, кстати, Александр Федорович также был главным судьей чемпионата Кыргызской республики. Ну, и вообще, можно сказать, что чемпионат страны в этом году прошел на очень высоком уровне. Но у нас, как мы видим, довольно упорный поединок весовой категории до 53 килограмм, пока ни одному, ни другому спортсмену не удается провести результативную атаку. Вот пытается Кайрат провести болевой прием на ногу, Кемалю, но выходит из этого положения Кемаль. Попытался, в свою очередь, тоже провести прием на Ахиллес Султанбайу и Кайрату. Но, как мы видим, ни одному, ни другому спортсмену не удается провести болевой прием. Ну, хотя вот рефери на ковре дает время поработать в партере, не поднимает спортсменов в стойку. Ну, и, видимо, все-таки придется поднять, да, так и происходит, и борьба будет продолжена в стойке. Броновыми призерами в этой весовой категории стали Жолдош Бахтбеков, Школа Радбека Саранбаева, Заря и Аман Батырбеков, Алга, Караков. Ну, а мы видим, что 2 балла заработал Кемаль Абалбеков и, таким образом, повел в этой схватке. И вот переход на болевой прием и победа борца в синей куртке. Давайте еще раз посмотрим. Вот результативная атака, где 2 балла заработал Кемаль Абалбеков. Ну, и затем уже время схватки вышло. Таким образом, Кемаль стал чемпионом Кыргызской республики 2022 года в весовой категории до 53 килограмм. Следующая весовая категория до 58 килограмм. Здесь встретились Нургазы Жанбасунов в красной куртке и в синей куртке Арген Данапияев. Нургазы представляет команду Свердловской СДШОР или, как мы ее называем, школа Радбека Санатбаева. Является серебряным призером международных спортивных игр «Дети Азии» 2016 года. Бронзовый призер чемпионата Азии 2018 года. Соперник Нургазы Арген Данапияев представляет команду «Алга Каракол». Является бронзовым призером первенства Кыргызской республики среди юниоров 2021 года. Итак, смотрим с вами. Финал в категории до 58 килограмм. Пытается Нургазы Жанбасунов поработать в партере, но спортсмены ставятся в стойку и схватка продолжается. Но если вспомнить немного историю о развитии борьбы самбо в Кыргызстане, можно отметить, что самбо в нашей стране, в нашей республике, появилось в 60-е годы прошлого века. И спортсмены занимались в основном в секциях спортивного общества «Динамо». В 70-е годы одними из первых тренеров по самбо в городе Фрунзе стали братья Александр и Владимир Жулдыбины. Затем были такие тренера, как Роман Ким, Савелий Галкин. А в 1976 году в город Фрунзе из Чувашской АССР приехал тренер Николай Петрович Михайлов. Ну и вот благодаря вот этим людям самбо начало развиваться у нас в Кыргызстане. В 1977 году президентом Федерации самбо Кыргызстана был избран Руслан Сардыбаевич Искенов. В 2002 году Руслан Искенов сдал свои полномочия Нурлану Токаноеву. Ну а затем с 2019 года Федерацию возглавил Азиз Ибраев. И в настоящее время Азиз Ибраев является президентом Федерации самбо Кыргызстан. Итак, на болевой перешел Арген Донопияев и в итоге удался ему этот технический прием. И он становится победителем этой финальной схватки. Давайте еще раз посмотрим атаку в исполнении Аргена Донопияева. И схватка вот заканчивается болевым приемом. Бронзовыми призерами в этой категории до 58 килограмм стали Азадбек Матраимов, город Ош и Бекбалок Султанбеков. Село Бакамбаев и Сыкуль. Следующая финальная схватка категория до 64 килограмма. Здесь встретились сам Азбек Турдумаматов. Он в красной куртке и в синей куртке Белек Бараканов. Ну вот мы видели, Белек провел проем, оцененный в 4 балла. И таким образом схватка продолжается в стойке. Сам Азбек Турдумаматов представляет Свердловскую СД Шор и Зарю. Белек Бараканов представляет город Чулпоната. Белека любители борьбы, любители самбо и вообще спорта уже довольно хорошо знают. Это довольно известный наш самбист. Белек является победителем универсиады Кыргызстана 2013 года. Победитель международного турнира неоднократной памяти воина-интернационалиста Виталия Гордеева по боевому самбо. Также он был призером международного турнира памяти Виталия Гордеева по спортивному самбо. Серебряный призер Кубка Северного моря 2015 года. Эти соревнования проводятся в городе Хузун в Германии. Еще одна атака и на этот раз самбек Турдумаматов зарабатывает 2 балла. Но тем не менее Белек Бараканов ведет в этой складке. Также Белек является серебряным призером Кубка Мира Мемориал Анатолия Харлампиева 2016 года. Серебряный призер чемпионата Азии 2016 года. Ну, насколько я помню, Белек Бараканов, возможно, пару лет не выступал. Не было его видно на борцовском ковре. Ну, вот, видимо, в этом году решил вновь выйти на ковер. И довольно успешно. Практически все свои схватки Белек Бараканов на предварительном этапе провел довольно красиво и технично. И вот в финале встретился с самбеком Турдумаматова. Сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этом весе стали Байгазы. Султан Газеев Чалпоната и бег Султан Бекбергеев. Кыргызская государственная академия физической культуры и спорта. Ну, вообще, можно сказать, что борьба с самбо у нас довольно популярна. У нас есть целый ряд известных и титулованных спортсменов. Это такие люди, как неоднократный чемпион мира Александр Пушница, чемпион мира Мохаммед Халыев, чемпион мира и обладатель Кубка мира Владимир Вишнев, чемпион мира и обладатель Кубка мира Мурат Досанов, чемпион мира Марат Тимирбулатов, чемпион мира и обладатель Кубка мира Виктор Тихонов, Станислав Васильев, чемпион мира среди полицейских, Артур Тет, чемпион мира среди юношей, Алихан Божев, обладатель Кубка Мира по самбо, ну и многие другие. Ну и как вы знаете, в настоящее время борьба с самбо входит в различные международные соревнования, такие как универсиада, также в программе азиатских игр самбо было в 2018 году в Индонезии. То есть потихоньку самбо развивается и на африканском континенте, и в Южной Америке, и в Северной Америке. И потихоньку все больше стран входят в международную федерацию самбо. Вообще, в 2013 году впервые в Казани самбо вошло в программу универсиады в качестве дополнительного вида спорта. Ну и тогда же вот в Казани, кстати, прошла встреча представителей Международной Федерации самбо с президентом ФИСУ. ФИСУ – это универсиады, в ходе которой состоялось обсуждение возможности вообще включения самбо в календарный план спортивных мероприятий. Также проводятся чемпионы мира среди студентов, ну и многие другие соревнования. Итак, сам отбек Турдуманбетов пытается что-то противопоставить Белеку Бараканову, но опытный Белек Бараканов, как мы видим, довольно уверенно проводит эту схватку. Турдуманбетов попытался в прием провести сам отбек, не получилось. И болевой пытается провести Белек Бараканов на ногу своему сопернику. Но пока не получается, и схватка будет продолжена в стойке. Отмечу, что бронзовыми призерами в этом весе стали Байгазы Султан Газеев Челкуната и Султан Бекбердиев Кыргызской государственной академии физкультуры и спорта. А здесь, оказывается, время схватки уже завершено, и в итоге Белек Бараканов становится чемпионом Кыргызстана 2022 года. Следующая весовая категория до 71 килограмма. Здесь встретились Феликс Уланбеков, он в красной куртке и в синей куртке, Макс Адбеку Улумидарбек. Феликс представляет команду пограничных войск Кыргызской республики, больше о нем ничего, к сожалению, сказать не могу. Макс Адбеку Улумидарбек представляет команду Свердловской СДШОР, он является серебряным призером чемпиона Кыргызстана 2021 года. Правда, в прошлом году он выступал в категории до 64 килограмм и в финале уступил Фархаду Абжалиеву. Но вот в этом году Медербек уже решил выступить весовой категории до 71 килограмма. Ну и пока вы будете смотреть эту схватку, я, наверное, расскажу о том, кто стал чемпионом и призерами в соревнованиях среди женщин. Итак, в категории до 50 килограмм чемпионкой страны стала представительница ленинской СДШОР Абдумалик Казы Самара. Серебряную медаль завоевала Айжан Айхпозова и бронзовых наград удостоились Алмагул Токтабаева и Акалай Казакбаева. Ну, здесь у нас небольшая пауза и схватка продолжается в стойке. В категории до 54 килограмм чемпионкой страны стала Канашая Манкулова из ленинской СДШОР, серебряным призером УСОН КЗАКАК и бронзовых наград удостоились Сабина Жанбекова и Аяна Рыскулова. Веси до 59 килограмм Элза Абдекадырова, еще одна представительница спортшколы Ленинского района, завоевала звание чемпионки, Бекмарза Кразы Шаида стала серебряным призером и Жанбек КЗСАБРИНЫ СУЛАРЫ Завоевали бронзовые медали свыше 80 килограмм Элла Мусаева отключилась из города Чулпаната, Таштанбек КЗЖНАР стала серебряным призером и Айкол ЗАИПОВА заняла третье место. Итак, продолжается у нас схватка весовой категории до 71 килограмма. Напомню, здесь встретились Феликс Уланбеков и Максадбек Улу Мидербек. Ну, если говорить о результатах, которые показывают наши спортсмены на международной арене, можно отметить, что, например, в 2021 году Манас Абдаким Улу стал обладателем Кубка Мира в весовой категории до 68 килограмм по профессиональному самбо. Эти соревнования проходили в северной столице России, в городе Санкт-Петербург. И вот именно там Манас Абдаким Улу стал обладателем Кубка Мира. На чемпионате Азии 2021 года Айдос Алиев стал серебряным призером, а Аразбек Алмазбеков, Айжарад Айдпозова и Самара Аддумалик Кызы завоевали бронзовые медали. Ну, это я говорю о соревнованиях среди взрослых. Конечно, у нас был целый ряд медалей и даже золотых соревнований среди юношей и юниоров. Но вот по-взрослому на чемпионате Азии золота у нас не было. Ну и на Кубке Мира Мемориал Анатолия Харлампиева золотую медаль завоевал Азад Аманбеков. А Айдос Алиев и Сыгмыг Жапаров стали бронзовыми призерами. В турнире среди женщин серебряной медали удостоилась Абдумалик Кызы Самара. Итак, продолжается у нас схватка весовой категории до 71 килограмм. Пытается Феликс Ланбеков. Пытался провести болевой прием на ногу Мидербеку. Не получилось. Вновь схватка продолжается в стойке. Ну, в настоящее время правила в самбо тоже немного изменились. Весовые категории другие стали. Ну вот мы видим, 4 балла зарабатывает Мидербек и ведет в этой схватке. Весовые категории поменялись в борьбе с самбо. Ну, и есть некоторые изменения в правилах. Итак, пытается Феликс Ланбеков что-нибудь предпринять. Как мы видим, не получается. Хорошо обороняется Максатбек у Лу Мидербек. Пытается работать в партере. Ну, и время схватки близится к завершению. Нужно поторопиться к Феликсу Ланбекову. Хотя времени уже практически не остается. Но, тем не менее, на болевой пытался перейти Феликс Ланбеков. Вновь не получилось. Довольно уверенно чувствует себя Максатбек у Лу Мидербек. И не дает своему сопернику ничего сделать. Бронзовыми призерами в этой веселой категории стали Алай Сартов. Команда департамент охраны. И Давляджан Купаев. Спорт-клуб Арахатбекова. Но здесь небольшая пауза была. И схватка продолжается в стойке. Вновь попытался провести прием Феликсу Ланбеков. Не получилось. Контр-атакует его. Максатбек у Лу Мидербек. Вот работает в партере. Пытается перейти на болевой. Но время схватки завершено. И в итоге давайте еще раз посмотрим четырехбальный бросок в исполнении Лу Мидербека. И в итоге чемпионом Кыргызстана 2022 года становится Максатбек у Лу Мидербек. Спорт-школа Радбека Саратбаева. Следующая весовая категория до 88 килограмм. Здесь встретились Артур Санцисбеков. Он в красной куртке и в синей куртке. А Салбеку Лужамалбек. Артур Санцисбеков представляет команду «Заря» спорт-школа Радбека Саратбаева. Артур является победителем международного турнира в памяти чемпиона Азии, бронзового призера чемпионата мира, мастера спорта Кыргызстана под женой Санба Рахатбека Бекболотова 2019 года, чемпион Кыргызской республики среди юношей 2021 года. То есть еще довольно молодой спортсмен Артур Санцисбеков находится в юниорском возрасте, но тем не менее в этом году участвует уже в соревнованиях среди взрослых. Спортсмен в синей куртке Асалбек Улу Жамалбек. Довольно опытный уже борец. Он представляет «Тактагул», является чемпионом Кыргызской республики 2021 года. В прошлом году Жамалбек в финале нанес поражение Жумали Олу Амантуру. Итак, весовая категория до 88 килограмм. Но уже потяжелее вес, уже не так активно борются спортсмены. И вот мы видим атаку в исполнении Жамалбека. Проводит он результативный четырехбальный прием. И перешел он на удержание. Но, по-моему, судьи там показали, что уже вышли спортсмены за пределы Ковра. И, таким образом, всего два балла было записано в актив Асалбек Улу Жамалбека. Хотя, по-моему, все четыре балла там было. Потому что через всю спину Артур Санцезбеков, так сказать, прокатился. А это уже четырехбальный прием. Ну, возможно, что Спартера провел этот прием Жамалбек. Я вот не помню. Если со стойки, тогда уже точно четырехбальный. Ну, а если Спартера, наверное, все-таки два балла. Ну, вот так решили судьи. Сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Максим Бек Норматов Спортклуб Рахат Бекова и Эшел Аманов Баканбай Иссыкуль. Итак, первым номером Асалбек Улу Жамалбек пытается работать. Точнее, даже не пытается, а работает. Ну, все-таки опыта у него, конечно же, побольше, чем у более молодого Артура Санцезбекова. Но, тем не менее, как мы видим, борец в красной куртке тоже пытается что-нибудь предпринять. Вот, на болевой решил взять своего соперника Артур. Ну, Асалбек Улу Жамалбек довольно хорошо обороняется. В свою очередь, тоже проводит контрприем. Ну, и вот здесь уже в неудобном, так сказать, положении оказался Артур Санцезбеков. Болевой на руку пытается ему провести Асалбеку Улу Жамалбеку, но тоже не получилось. А тут уже на ногу пытается Артур провести прием Жамалбеку. И схватка будет продолжена в стойке. Не удалось ни одному, ни другому спортсмену провести результативный болевой прием. И таким образом схватка будет продолжена в стойке. Подустал уже, видимо, Артур Санцезбеков. Вот мы видим, довольно долго он, так сказать, отдыхает. Ну, а более опытный Асалбек Улу Жамалбек, в принципе, довольно неплохо дышит. Хорошо готов он функционально. В этом году будет очень много стартов у наших самбистов. Это и чемпионат Азии, и чемпионат мира, и Кубок мира в памяти Анатолия Харлампиева. Ну, и ряд других соревнований. Ну, и, конечно же, наши ребята будут во всех этих стартах принимать участие. Ну, и в настоящее время довольно большую работу проводит президент Федерации самбо Азиз Ибраев. Ну, и можно сказать даже о том, что в 2019 году впервые в истории наша сборная на Кубке мира в Сочи завоевала второе общекомандное место после России. Это вот такой был единственный пока случай в истории Кыргызстана, когда мы заняли второе общекомандное место на Кубке мира по самбо. Это, конечно, очень большой результат. Ну, и, как вы знаете, в 2017 году у нас был чемпион мира по боевому самбо. А вот на болевой пытается перейти Артур Санцезбеков. Не получилось. Ставятся спортсмены в стойку. Уже подустали оба спортсмена. Ну, все-таки схватка продолжается. Несмотря на усталость, конечно же, нужно заканчивать эту схватку. Ну, вот совсем обессилил, так сказать, Артур Санцезбеков. И в итоге победа Асселбеку Лужамалбека. А бронзовыми призерами в этой весовой категории еще раз скажу, Весовой категории до 79 килограмм финальной схватки. Схватки не состоялось. Там встретились два представителя города Ож, вышли в финал. Ну, вот в итоге чемпионом страны стал сотрудник Ожского ОВД Абдувахаб Абдулаев. Второе место занял Айдос Алиев. И третье место достались еще одному представителю города Ож Бексултану Султанову и представителю команды департамента охраны Абдукеримову Лусаймыку. Ну, вот обоим спортсменам было сделано замечание за пассивное ведение борьбы. И рефери на ковре объясняют обоим спортсменам, что не так в их борьбе. И схватка продолжается в стойке. Итак, Хайбек Акимов, борец в красной куртке, представляет Чуйскую область, является чемпионом Кыргызской республики 2021 года. Его соперник Турарбек Жалдаш Казеев из Токтагула. Он является серебряным призером чемпионата Кыргызстана 2021 года. Ну, кстати, именно эти два спортсмена в прошлом году и встретились в финале. И вот в прошлом году Турарбек уступил Айбеку Акимову, стал серебряным призером. Таким образом, у Турарбека Жалдаш Казеева есть прекрасная возможность взять реванш у Айбека Акимова и стать чемпионом Кыргызстана. Попытался Айбек провести прием, не получилось. Атакует Турарбек Жалдаш Казеев. Вот, болевой на ногу. И удается Турарбеку провести болевой прием на ногу Айбеку. Таким образом, реванш удался. В этом году чемпионом Кыргызстана в категории до 98 кг стал Турарбек Жалдаш Казеев. А бронзовыми призерами чемпионата стали Адилулу Айбек, город Ошли Эскадер Саралаев, город Чоуполь Ата. Ну а мы еще раз смотрим атаку в исполнении Турарбека Жалдаш Казеева, где он выиграл болевым приемом. Ну и заключительная весовая категория свыше 98 кг. Здесь встретились Адилул Касимов, Алга Каракол и Бегболот Тактагонов, который представлял город Талас. Бегболота Тактагонова любители спорта хорошо знают. Он представляет вообще школу дзюдо. Ну вот в этом году Бегболот установил, наверное, своеобразный рекорд, выиграв чемпионат по Курешу. Выиграл Бегболот чемпионат Кыргызстана по дзюдо 2022 года. Также в этом году Бегболот Тактагонов стал серебряным призером чемпионата Кыргызстанской республики по вольной борьбе. И вот решил принять участие в соревнованиях по борьбе с самбо. Ну а пока он проигрывает. Мы видели, заработал результативный балл Алтенбек Абул Касимов. Но, тем не менее, опыты о Бегболоту Тактагонова достаточно. В принципе, самбо их дзюдо немного схожи. И там, и здесь есть курки, за которые можно держаться. Конечно, Бегболоту было немного сложнее в вольной борьбе, так как там курток нет. Ну а здесь уже можно сказать, что Бегболот в своей стихии. Сразу отмечу, что бронзовыми призерами в этом весе стали Алишер Мансуров Чалкуната и Аразбек Алнасбеков Спортклуб Барс. Итак, Бегболот Тактагонов пытается провести прием. Как мы видим, захватывает за куртку своего соперника. Атака на 4 балла. И сразу же переходит Бегболот на удержание. Ну вот мы видим, похлопал Бегболота Алтынбек Абылкасынов. Это получается, что завершена схватка. Сдается Алтынбек. И вот таким образом чемпионом Кыргызской республики 2022 года по борьбе самбо становится Бегболот Тактагонов. Чемпион Кыргызстана 2022 года по дзюдо. Серебряный призер чемпионата Кыргызстана 2022 года по вольной борьбе. Поздравляем Бегболота Тактагонова с очередным успехом. Продолжение следует... Продолжение следует... Мы желаем нашим спортсменам успешного выступления в этом году на международных стартах. А сегодня у нас в гостях старший преподаватель кафедры спортивно-боевых единоборств, заслуженный тренер Кыргызской республики, лучший судья мира 2021 года Ларионов Александр Федорович. Здравствуйте, Александр Федорович. Прошел у нас чемпионат Кыргызской республики по боевому и спортивному самбо. Но сегодня речь у нас о классическом самбо, спортивном. Как главный судья соревнований, что вы можете сказать о прошедших стартах? Добрый день. Добрый день, Тахир. Добрый день, любители спорта. Ну, как всегда, конечно, у нас всегда мы, когда после таких крупных стартов подводим итоги. И здесь тоже, ну, во-первых, положительное сразу, хотел бы сказать, оформление зала было шикарно, потому что у нас в это последнее время больше выделяется средств, из личных средств, в общем-то, после смены руководства в федерации самбо. Сейчас у нас Азиз Ивраев, президент федерации, он свои личные сбережения вкладывает, подтягивает ребят, спонсоров, бизнесменов. И даже вот по залу было видно, как он был красиво оформлен. Во-вторых, всех посторонних лиц мы убрали. Находились только судьи, в общем-то, на арене. Все представители и участники находились на трибунах. Второе, что мы все-таки добились, что судейство уже объективно у нас идет. Вот, проводим семинары. Четверо судей у нас международную сертификацию имеют, в общем-то. И будут на вливании обслуживать чемпионат Азии. Кубок мира, который будет проходить у нас в августе месяце в Челпанате. То же самое будут они обслуживать. Эти четверо перспективные молодые ребята, в общем-то. Поэтому есть на кого равняться. И остальные судьи тоже к ним тянутся, в общем-то. Поэтому судейство было объективное. А по составу участников, по чемпионам есть ребята, которые смогут в этом году, так сказать, защищать честь Кыргызстана на международной арене? Да, и безусловно, конечно. Потому что тренера очень подошли серьезно. В общем-то, даже ребята, которым исполнилось только 18 лет, впервые участвовали по-взрослым. И то они в финале призеры и так далее. И составили, допустим, Береку Бараканову, мастеру спорта международного класса, серебряную призеру Кубка мира. Он там их с трудом прошел, честно говоря. Была конкурентная жуткость для него. Хотя это у нас один из самых титуловых спортсменов. Поэтому я надеюсь, что у нас медали будут, в общем-то. Потому что ребята растут, ребята есть и будут постоянно. Вот даже сейчас взять, опять у нас были дисквалифицированные ребята, которые выиграли азиатские игры в закрытых помещениях. Они, употребляя мельдонную, но у него терапевтическое назначение было. Но единственный недостаток, что мы не объявили об этом заранее, как это делается. Но мы не сталкивались с этим никогда. А у него это терапевтическое назначение, потому что проблема с сердцем. И ему мельдонную, но он прописывает врачи. Сейчас, я думаю, будет все в порядке. И медали у нас будут, в общем-то. Ну, я заметил, что есть такая тенденция, что самбисты как бы вот долго не держатся в спорте. Есть, да, вот как Белек, Бараканов, Саяк, Бараканов. Но обычно в течение двух-трех лет уже сборная меняется. Почему так? Ну, вы знаете, наш вид спорта, он пока только в когорту олимпийских видов вошел. Но еще мы не в Олимпиаде. И нам тяжело, ребят, сдержать, потому что стипендий нет, обеспечения такого нет. Мы вынуждены их тоже в различные спецподразделения засовывать. Там МВД, внутренние войска, погранслужбы, Министерство обороны и так далее. А там служба. Хочешь, не хочешь, там же надо служить. Там же нет такого, что их постоянно будут освобождать. Если бы это был олимпийский вид спорта, было бы чуть по-другому, конечно. Вот если взять, например, того же Тео Артура, которого мы передали, в общем-то, на дзюдо, он и стипендию получал хорошую, и мог спокойно тренироваться. Благодаря этому, что получает стипендию, и деньги есть, может спокойно работать, в общем-то. Именно посвящать тренировкам. И поэтому у нас смены происходят. Вот, например, у нас последний чемпион мира, Бекмурза, который был в 17-м году в Сочи, чемпионом мира, он весь вдарился в учебу тоже, потому что специальность тоже нужна. Тем более он учится на врача. Стоматолог. Да, его помогли, в общем-то, поступить. Азиз Ибраев помог ему в России поступить, в общем-то, похода тайцевали и так далее. А потом его перевели сюда. Он сейчас здесь обучается. Ну, вот, мы надеемся, может, будет выступать еще когда-нибудь. Потому что он очень красиво выиграл, конечно, мир. Это шикарно финальные встречи. В финале броски по 4 балла делать, это не каждому дано. Но он в тот год выиграл не только чемпионат мира, он все выиграл. Чемпионат Азии, азиатские игры в закрытых помещениях. Конечно, жалко, что мы его потеряли в этом. Ну, парень, видимо, в дальнейшем думает, перспективы в спорте у нас все равно пока маловато. Поэтому он посвятил себя обучению. Но это парень старательный. Он и врачом хорошим, я надеюсь, будет. Какие старты в этом году нас ждут? Вы знаете, стартов у нас очень много. Во-первых, благодаря президенту федерации мы добились, может, не совсем правильно я высказал, не только президенту, но и слаженную работу тренерского коллектива, спортсменам, которые себя достойно проявили на международных соревнованиях, которые прошли. И нам пошли навстречу и удовлетворили просьбу президента, чтобы провести Кубок мира. Кубок мира. Челпанате. Это впервые будет такой крупный старт для нашей страны, в общем-то, как Кубок мира. Чемпионат Азии проводили, но Кубки мира мы еще не проводили. Но, может, этот толщок в дальнейшем даст для проведения, в общем-то, и пляжного чемпионата мира. У нас на Иссык-Колиде условия все есть. Плюс у нас планы, конечно, и за счет этого развить туризм дальнейший. Потому что приезжали израильтяне, французы приезжали тоже благодаря президенту федерации. И им очень понравилось. И они обязательно сказали, когда еще стартов у вас, мы обязательно прилетим всей командой. Самый первый старт, который у нас планируется, в общем-то, это в марте месяце. Это Суперкубок мира, посвященный основателям борьбы самбо. Куда поют первые номера, в общем-то, планируется. Это турнир коммерческий, в общем-то, там финансовое вознаграждение. После этого у нас будет в начале июня в Ливане чемпионат Азии. Вот, как я уже подчеркнул, не только спортсмены поют, но и четверо судей наши там заявлены, которые должны обслужить эти соревнования. Это тоже впервые столь внушительная делегация. Именно за счет Всемирной Федерации самбо будет это обеспечение, в общем-то, судей. После этого у нас кубок тоже на призы президента Азиатской Конфедерации. Будет на Бали в августе месяце, начало июля, в июле месяце. Вот, там тоже задействованы судьи, в общем-то, будут финансированы. И если мы найдем средства, отправим спортсменов тоже за мной. И, естественно, будем серьезно готовиться на август месяц на кубок мира. После кубка мира, естественно, у нас еще в Израиле чемпионат мира ветераны будут проходить. После этого будет мир, юноши, молодежь, кадеты, школьники тоже будут. Чемпионат мира, первенца мира школьников в Ереване будет, в общем-то. Насыщенная программа, достаточно. Я надеюсь, что мы везде, как и в прошлом году, мы на всех стартах завали медали. И надеюсь, что так и будет у нас. Я желаю удачи тренерам, федерации, ребятам, чтобы в этом году были и чемпионы. Ну, а теперь хочу поздравить вас, Александр Федорович. Насколько я знаю, по итогам 2021 года вы были Международной Федерацией Самбо, признаны лучшим судьей мира 2021 года. Спасибо. Спасибо. Немного, пару слов об этом. Как проходила церемония вообще, как там выбирают лучших судей? Вы знаете, вначале ничего не говорили. Молодые судьи как-то шушукались там. Думали, я вообще-то не ожидал, потому что я уже, в общем-то, считаюсь преклонным возраст судья, в общем-то. Но когда начали, сначала никто ничего не говорил, потом меня куда-то повели в одну сторону после чемпионата мира, потом в другую что-то, а потом вывели к пьесалу. Я, честно говоря, на церемонии даже растерялся вначале, чего хотят от меня. А потом уже, когда объявили все это, ну, конечно, приятно было, что впервые, допустим, что признанным с нашего региона судья, это вообще в Центральной Азии, это вообще впервые признано было, что судья в Центральной Азии признан, тем более выбирали одного судья всего. Вот, и было довольно-таки приятно. Естественно, молодежь, все остальные подошли, поздравили. Ну, не зря работаем, значит. Еще раз поздравляю, Александр Федорович, и в завершении разговора вот можете пару слов сказать телезрителям. Ну, во-первых, всем любителям спорта, и не только спорта, а вообще надо приобщаться, конечно, к активной спортивной деятельности, потому что спорт – это здоровье. Если раньше у нас больше уделялось внимания и со стороны государства, и, соответственно, мы занимались благодаря этому больше, сейчас меньше занимаемся. И мне бы хотелось, чтобы сейчас дети пошли очень слабенькие. Почему? Потому что много различных объективных причин. Это интернет, это гаджеты, телефоны, они сидят, малоподвижный образ жизни ведут. Они становятся больными людьми, в общем-то. Поэтому надо их больше приобщать к спортивной деятельности, активной спортивной деятельности, потому что это, прежде всего, здоровье детей. На сегодняшний день, это скрытая, конечно, информация, до 70% доходит, что лиги, молодые ребята, не подготовлены к службе в армии, в общем-то. А все это показатели нашего сегодняшнего уровня. Поэтому те люди, которые занимаются спортом, занимаются борьбой, единоборствами, скажем так, даже, потому что я пропагандирую вид спорта и единоборства, это самбо, дзюдо, у нас и кафедра карате, тайкландо еще, плюс ко всему. Это система самозащиты, это система выживания. Мы всему этому учим. И, прежде всего, это уважение соперника, уважение личности. И, естественно, мы пытаемся вырастить из патриотов, защитников нашего Отечества. И я надеюсь, что наши ребята, они вырастут честными, порядочными, настоящими патриотами нашего Кыргызстана. Удачи вам. И приходите заниматься любым видом спорта, потому что тренерский состав у нас великолепный в стране. Спасибо. У нас в гостях был старший преподаватель кафедры спортивно-боевых единоборств Академии физкультуры, заслуженный тренер Кыргызской республики, лучший судья мира 2021 года, Ларионов Александр Федорович. Спасибо, что пришли. До свидания. Спасибо. А сейчас наша традиционная рубрика, из которой вы узнаете о новостях Карвин Спорт Клуба. Карвин Спорт Клуб – это спортивный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса и здорового образа жизни. Кроме того, это большая и дружная семья, так как инструкторы и члены клуба принимают участие в различных соревнованиях как внутри клуба, так и за его пределами. Так, в Карвин Спорт Клубе прошли первые в этом году межклубные соревнования по плаванию, которые носили название «Карвин Свин Кап 2022». В состязаниях приняли участие представители спортивных клубов «Карвин», «Ворд Класс Бишкек» и «Авангард». Участники состязаний должны были преодолеть дистанцию в тысячу метров. В результате проведенных соревнований в заплыве среди юношей до 17 лет быстрее всех дистанцию преодолел член «Карвин Спорт Клуба» Амир Кадырмаев. Второе место занял Артур Газеев «Ворд Класс Бишкек» и замкнул тройку призеров представитель фитнес-клуба «Ворд Класс Бишкек» Нурказе Измаилов. В возрастной категории от 18 до 34 лет первым на финише был Нияз Исраилов из «Ворд Класс Бишкек». Второе место показал его одноклубник Бахтиер Матянью. И бронзовой медалью удостоился Ильяс Куватов из «Карвин Спорт Клуба». В заплыве среди мужчин от 35 до 49 лет весь педестал заняли гости из клуба «Ворд Класс Бишкек». Это Нуршат Абабакиров, Жуман Жусупов и Мурат Закиров. А вот в категории 50+, медалей удостоились хозяева водной дорожки, члены «Карвин Спорт Клуба» братья Кубат и Турат Шаршикеевы. И в категории «Про» победителем соревнований стал Василий Лукьянов фитнес-клуб «Авангард». А второе место занял Андрей Ханадеев из «Ворд Класс Бишкек». В соревнованиях среди представительниц прекрасного пола возрастной категории 18-39 лет отличилась Мадина Масызова из «Ворд Класс Бишкек». А второе и третье места заняли Екатерина Слепченко и Евгения Генералова из «Карвин Спорт Клуба». Среди женщин в возрасте 40-49 лет весь педестал заняли члены фитнес-клуба «Ворд Класс Бишкек». Это Татьяна Шацких, Айгуль Аленкулова и Алла Дааталиева. В категории 50+, первенствовала Ольга Михайлова из «Авангарда», а представительницы «Карвин Спорт Клуба» Светлана Ни и Татьяна Кадырмаева заняли второе и третье места соответственно. И в категории «Про» отличилась также представительница «Авангарда» Елизавета Рогожникова. А Екатерина Тарева и Арина Ким из «Карвин Спорт Клуба» удостоились серебряной и бронзовой медали. По окончании заплывов директор «Карвин Спорт Клуба» Самсон Балян поздравил всех участников соревнований и пожелал дальнейших успехов в пропаганде здорового образа жизни. В общем, добро пожаловать в «Карвин Клуб» фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане. Субтитры создавал DimaTorzok Не можете поделить телевизор дома? Второй не помогает. Восьмизальный кинотеатр в Дордой Плаза Зал IMAX И новый зал Dolby Atmos с ошеломительным звуком Дордой Плаза. Погрузись в другую реальность Время нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафоров. До свидания. До следующих выходных. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok